В поезде не видели бойцов ВСУ. В ударе по Чаплина есть все признаки военного преступления – АИПИ. Российский удар по железнодорожной станции Чаплина в Днепропетровской области, в результате которого 24 августа погибли более 20 человек, можно отнести к числу военных преступлений, считают международные эксперты. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Associated Press. Россия утверждала, что она нацелилась на поезд, потому что он якобы перевозил украинские войска и технику. В то же время журналист Associated Press на месте сообщил, что нет никаких видимых признаков того, что украинские военнослужащие были среди погибших. Среди погибших были дети. Железнодорожный вокзал, как правило, является гражданским объектом и не должен быть объектом нападения, сказала агентству профессор Центра глобальных отношений Нью-Йоркского университета Дженнифер Трехан. Даже если бы среди погибших были некоторые военнослужащие, удар все равно нарушает законы войны, если наносит несоразмерный ущерб гражданскому населению, пишет Associated Press. Профессор юридического факультета Вандербильского университета Майкл Ньютон пояснил, военным преступлением может считаться удар по небольшой группе военных, жертвами которого стало большое число мирных граждан. Бывший офицер британской военной разведки и преподаватель военной стратегии права Фрэнк Ледвидж обратил внимание на то, что Искандер – дорогостоящее высокоточное оружие, которое не используется для тривиальных задач. Это дает ему основания предполагать, что был нанесен преднамеренный удар по гражданскому объекту, а целью было нарушение железнодорожного движения гражданских лиц по всей Украине. Что известно об ударе по Чаплино 24 августа. 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Россияне несколько раз атаковали Чаплино за сутки. Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Позже оккупанты еще раз атаковали населенный пункт, сначала одной ракетой, а потом еще тремя – 25 августа в поселке Чаплино Днепропетровской области завершились спасательно-поисковые работы. В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, среди них двое детей и три работника УС. Еще 31 человек получил ранение, среди них двое детей и четыре работника УС. Правоохранители открыли уголовное дело по факту ракетных ударов по поселку. При этом Минобороны РФ признала причастность к ракетным ударам по поселку Чаплино Днепропетровской области. Известно, что российская армия при обстрелах Чаплина могла применить реактивную систему залпового огня Торнадо-С. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр.